Музыка То что касается города, есть пожелание, чтобы в принципе вот это совмещение, главы муниципального образования и избирать из состава депутатов, это я считаю нормально. И второй вариант, он тоже в законе предусматривается, когда глава муниципального образования, он же глава администрации. Но здесь по городу другое, мы сегодня четко хотим видеть, чтобы глава администрации города избирался прямым волеизъявлением граждан, а не депутатами городского собрания. У меня такое предложение. Хорошо, мы его услышали. Потому что уже вот эти вот заговорщицкие схемы, договорняки, когда депутаты продвигаются из одной партии, потом эти депутаты дружно поднимают руки за рекомендованного главу администрации. И это уже шаг за шагом. Вот говорили о кланах. Да, действительно, это же не Окон Нахашкиев, не кто-то другой, не Бурулов, а это Ильмжинов назначал, депутаты дружно голосовали. Это Орлов назначал, депутаты дружно голосовали. Сейчас мы опять сохраняем эту схему, которая как раз и вызывает недовольство граждан наших, которая облечет за собой коррупцию. Депутаты безропотные, большинство их из одной партии, поэтому тут в корне надо менять нам закон о местном самоуправлении. Хотя бы 50% депутатов избирать по одномандатной схеме, а 50% представлять по партийной. И прямые выборы, и там же предусматривать отзывы глав, чтобы мы не могли терпеть главу, которая не умеет работать, не показывает результаты, а тем не менее он успешно сидит годами в своем кресле. Поэтому отзыв избранных глав должен быть обязательно, предусмотрены критерии, по которым это осуществляется. Я считаю, что вот сегодня это надо начинать делать именно с нашей столицы, потому что появление вот этой фигуры Трапезникова, конечно, оскорбляет многих людей здесь, люди недовольны. И вы как бы не прятались и не уходили от решения этого вопроса. Этот вопрос будет оставаться острым, долго, судя по всему. Ну, это мое личное мнение. И вместо того, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, да, здесь никто не хайпует, как у нас с Анатольевичем Васильевичем разговор был, да. Тогда, когда я предлагал на прошлом заседании рассмотреть резолюцию, я думаю, что Бату Сергеевич, находясь в этом зале, выиграл бы от того, чтобы, допустим, дал бы мне возможность, порекомендовал бы депутатам просто зачитать резолюцию. Это же просьба 5000 человек, это не личная моя просьба. Они мне поручили, обратились ко мне, зачитать эту резолюцию. И нужно было только ее послушать. И все. Никто не настаивал на обсуждении, прям срочно, понятно, разговоры не готовы были. Поэтому тут тоже все мы понимаем. Вопрос заострен. Молодежь, которая вышла на площадь, она сегодня не отказывается. Они готовы продолжать, судя по их заявлениям, вы видели, да, и по телеканалам, и вот на заседании политклуба, они сказали, мы от этого не откажемся. Вот кому нужен этот конфликт? Когда его можно грамотно, спокойно обойти, пусть Трапезникова участвует в прямых выборах, и пройдет, ну, что ж. Спасибо. Спасибо за пожелание. Я думаю, что мы будем двигаться поэтапно. Продолжение следует...